Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Я благодарен за то, что сегодня мы снова вместе. Снова разбор очередного урока. Но перед этим я хотел бы поблагодарить вас за многие вещи. Во-первых, очень много поставило лайков. То есть, один человек попросил, мы закрепили это, и вы ставили ручку пальчик вверх. Я благодарен за это. Канал очень сильно реагирует. Это как ваша миссионерская работа. Все конспекты на сайте свиток ИСУ и в телеграм-канале. Поэтому конспект, который сейчас будет, его на сайте нет. Вы можете послушать, а на сайте будут совершенно другие конспекты. Пользуйтесь, печатайте, делитесь, используйте для того, чтобы это приносило славу Богу. И какое-то познание для вас, зрителей и для слушателей, если вы учитель субботней школы. Сегодня у нас уже четвертый урок. Интересный урок. Он называется тоже очень интересно. Если сравнить его с английским языком, он называется отражение мастера. Но когда мы берем оригинал вообще этого урока и смотрим на само название, как оно звучит на английском, вот посмотрите, как оно отличается. Потому что именно вот это название нашего пособия открывает именно вот этот сегодняшний урок. Потому что когда мы смотрим внимательно на название этого урока в оригинале, его перевели литературно. Да, правильно. Но если перевести по смыслу, по оригиналу с английского языка, то нашу четвертую тему можно назвать немножко по-другому. Видя лицо ювелира. Потому что когда мы берем английский язык, то там поднимается в настоящем и продолжительном времени. В английском языке это вопрос времен герундий. И когда вы внимательно смотрите на обложку нашего урока или пособия, то как раз вот здесь художник и показал, как идет переплавка, чтобы мы увидели лицо автора в нашей жизни, когда идет переплавка нашего характера. То есть когда Христос допускает перенести какие-то переживания, проблемы в нашей жизни, нахождение нас вот в этом тигле будет происходить до тех пор, пока у нас в нашей жизни не отразится творец или образ творца. Это очень важно. Поэтому можно сказать, сегодняшний четвертый урок, это как бы апогей или смысл всего нашего пособия. Памятный стих тоже интересный дается. Это 2 Коринфянам 3,18. Когда вы внимательно смотрите наш четвертый урок, то в этом четвертом уроке основной или ключевой вопрос урока звучит следующим образом. Вообще, какая роль страданий в процессе очищения характера? Или для чего Бог посылает или ставит нас в этот тигль страданий, чтобы очистить характер? Я бы хотел несколько тем поднять в нашем уроке. Давайте начнем с самого начала. Что Библия говорит о начале этого процесса или самого понятия? Когда мы открываем буквально первую главу Бытие, то мы читаем там несколько таких интересных текстов. Тогда Бог сказал, «Теперь сотворим человека, сотворим людей по нашему образу и подобию. Они будут властвовать над всеми крупными животными и над всеми мелкими тварями, ползающими по земле. И сотворил Бог людей по своему образу и подобию, сотворил мужчин и женщин, благословил их и сказал им». То есть мы в этом отрывке видим самую важную идею, что Бог вначале создает людей именно по своему образу и подобию. Другими словами, Он хочет, чтобы мы сегодня для всех окружающих отражали Его образ или Его подобие. Сразу возникает вопрос, а что вообще значит вот эта идея, сама идея, образ или подобие? Когда мы смотрим словарное значение этого слова, то оно такое. Внешний вид, облик, то, что рисуется, представляя внутреннему взору, воображению кого-либо. Если взять философию, это как результат отражательной или познавательной деятельности субъекта или отражение в сознании предметов явлений объективной действительности. Когда мы берем литературу или искусство, это обобщенное художественное отражение действительности, которое обличено в форму конкретного индивидуального явления. Пятое значение – это характер, склад, направление чего-либо или образ жизни, можно сказать, или образ действий. И шестое значение – употребляется в значении способ, средство. Есть еще значение, как взять религию, допустим, православие считает, что икона – это как образ. Но это в религии. Когда мы берем оригинал этого слова, вообще с иврита, то оригинал говорит, что оно имеет такое значение – подобие, образец, облик, изображение, форма, вид. Давайте попробуем сделать небольшой вывод. Вот смотрите, в самом начале Бог создает человека. Человека очень похожим на себя. Это вопрос ответственности, морали, даже в некотором роде внешности. То есть Бог, как и мы, видит, слышит, понимает, ходит, что-то делает. Даже в этом плане. Больше всего человек, когда мы берем планы Бога, должен отражать именно характер Бога. Но, когда мы читаем внимательно Библию, сразу же после грехопадения в этом вопросе возникла очень большая проблема. Другими словами, после грехопадения многие Божьи планы в отношении человека претерпели кардинальные изменения. Вот смотрите, в самом начале Бог хотел, чтобы люди отражали Его образ, Его характер для всех окружающих. Но что же происходит в этом вопросе? Когда мы читаем книгу пророка Осии 7.13, Бог говорит через пророка «Горе им за то, что они покинули Меня. Они отказались повиноваться Мне. И за это будут низвергнуты и уничтожены. Я спасал этот народ, а они говорят обо Мне ложь». Другими словами, вот когда мы внимательно теперь смотрим на вот этот текст, мы видим, как бы Бог вскрывает, почему это произошло. Первое. Бог говорит через Осию «Покинули Бога». Вы смотрите, даже первые люди, Адам и Ева, сразу бегом в кусты на обочину, а мы, может, еще даже дальше. Второе. перестают повиноваться. То есть, начинается вот это проявление непослушания. Дальше, третий момент. Они порочат Бога. Другими словами, говорят прямо или образом своей жизни ложь о Боге. И возникает тогда естественный вопрос. Ладно, не берем людей, которые вообще о Боге не знают. Но неужели вот эти вещи могут делать верующие люди? Вообще, как это может происходить практически в нашей жизни? Давайте посмотрим в Новом Завете интересную мысль. Апостол Иоанн в первом послании в пятой главе говорит такие слова. Кто верит в Сына Божия, несет это свидетельство в себе. Или другими словами отражает Божий образ. Кто не верит в то, что говорит Бог, превращает его в лжеца, ибо не верит в свидетельство Бога о Сыне Своем. Вот смотрите, как интересно Иоанн открывает эту истину. Другими словами, когда верующий, не имея вот этих отношений с Богом, перестает ему доверять во всем или не всегда доверяет Богу, то тогда для всех окружающих людей такой верующий проповедует о Боге как о лжеце. И вот здесь образ Божий начинается опорачиваться или он неправильно отражается для окружающих. Какие из этого теперь следуют последствия? То есть, когда мы смотрим, Бог создает человека, чтобы он отражал Божий образ. Люди перестали правильно отражать Божий образ. Что теперь происходит? Вообще, какие последствия? Вот помимо того, что они уже проповедуют своим образом в жизни о Боге как о лжеце, давайте мы попробуем в этом отрывке подставим современное слово. Вместо слова иудей поставим слово христианин. Оно будет как-то звучать более осовременно. Римлянам 2 глава мы будем читать этот отрывок с 17 по 24 стих. Вот смотрите, что Павел говорит. «Если ты считаешь себя христианином, веришь в закон, гордишься Богом своим, знаешь волю его и принимаешь все то, что истинно важно, как и подобает тому, кто изучал закон. Если ты уверен, что можешь вести за собой незрячих, можешь быть светом для тех, кто находится во тьме, можешь быть наставником неразумных и учителем невежественных, ибо закон воплощает в себе знание и истину. Почему же в таком случае ты, поучающий других, не научишься сам у себя? Ты, проповедующий не красть, почему крадешь сам? Ты, утверждающий, что никто не должен совершать прелюбодеяния, почему прелюбодействуешь? Ты, презирающий идолов, почему обираешь храмы? Ты, похваляешься законом, почему честишь Бога, нарушая закон? Из-за тебя имя Господа бесчещено среди язычников, как написано в Писании. Вот этот отрывок показывает вот эти катастрофические последствия. И проблема не в конкретном христианине и даже не в обществе таких христиан, а проблема в том, что именно теперь в таком случае Бог обесчищен перед людьми в мире. И вот такие христиане фактически отторгают людей от Бога, от истины. Другими словами, вот такие христиане перед другими закрывают двери для спасения. Давайте вернемся как бы в историю и немножко открутим часы назад. Вообще, из-за чего все это произошло? Из-за чего такое происходит даже с верующими? Почему вообще запустился такой процесс? Не нужно сразу все сваливать на дьявола, хотя иногда он и прикладывает к этому свою руку. Давайте прочитаем еще один отрывок апостола Павла на эту тему. Это первая глава римлянам. От сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и божественность Бога, ибо все это видно в том, что создано Богом, и потому нет оправдания людям в творимом ими зле, ибо хотя они и знали Бога, но не почитали Его как должно. Вместо этого они предавались суетным размышлениям, и их несмысленные сердца помрачились, и хотя они считали себя умными, стали глупыми, и променяли славу Бога бессмертного, на поклонение идолам, изображающим смертного человека, птиц, животных и гадов ползучих. И потому Бог покинул их, оставив во власти дурных желаний, плотских и нечистых, и не препятствовал им осквернять свои тела друг с другом. Они променяли правду о Боге на обман и поклонялись рукотворным вещам и служили им, а не Творцу во веки благословленному. Аминь. Так, как они не считали нужным признавать Бога, то он оставил их во власти их же собственных извращенных умов и предоставил им совершать все эти недостойные поступки, которые не следовало совершать. Замечаете, как апостол он как бы вскрывает вот эту цепочку деградаций человека в этом вопросе. Вот смотрите, с чего он начинает. Он говорит, Бог открывается каждому человеку на этой земле в природе. Это один из способов, как Бог открывает себя человеку, каждому человеку. Дальше, каждый человек, Библия говорит, Бога познал в полном объеме. Следующая причина. Но человек не желает его почитать как должно. И следующий шаг падения, он начинает ставить свой разум выше открытой истины Бога. Но его сегодня вот эту позицию называют как научный критицизм. И дальше Павел говорит, сердце после этого все больше помрачается или ожесточается или каменеет. И здесь происходит уже подмена образа Божия. Наш урок об этом. Подмена на суррогат, на вот эти идолы. Подмена правды о Боге на открытый обман. И Бог, уважая выбор, причем сознательный выбор самого человека, Библия говорит, оставляет его. И начинается окончательная деградация разума, морали, поведения. Вот так Библия описала этот процесс. И ничего не попишешь. Самое интересное, что каждый из нас может это проследить в окружающем нас обществе. И вот возникает интересный вопрос теперь. А что делать? Кажется риторический вопрос. В свое время Чернышевский пытался отвечать на этот вопрос и написал целую книгу. Но это был его личный взгляд, но не по этой теме, а вообще о политике и всем прочем. Ленин, который Ульянов, тоже написал небольшую брошюрку с таким названием, но снова не по этой теме. А вот если подойти к этому вопросу серьезно. Я раньше в 90-х годах занимался фотографией. Поэтому у меня есть некоторый опыт говорить о нашей теме именно с такой стороны. Вот смотрите, вот как получается образ или фотография. На фотоаппарате снимаем что-то на пленку, потом ее проявляем, затем начинается вот эта очередь самой печати, то есть вот это получение образа. Печатают с фотопленки или с негатива при красном свете на фотобумагу как позитив. Потом вот этот отпечаток помещают в проявитель, некоторое время он лежит там, промывают и ложат в закрепитель или фиксаж. Снова промывают, потом или сушат на прищепках вот так вешают, или на глянцеватель специальным валиком, чтобы оно на горячем вот так сделалось глянцево отражатель. Ну, вот такая поверхность. И вот когда я занимался этой фотографией, у меня одновременно в ванночке с проявителем, а там несколько секунд держат, у меня в этот момент находилось до 200 фотографий. То есть такой объем работы был. Кто этим занимался, тот поймет вообще о чем идет речь. И были такие моменты, когда берешь фотографию, вот потом смотришь на свету, она не в резкости. То есть или лицо нечеткое, или буквы на тексте, какие-то детали, которые нужно было выделить, они не в резкости. И вот почему это происходит? Это как раз по нашей теме. Я попытаюсь вот на этих причинах, которые связаны с фотографией, разобрать эти причины и провести параллели в духовном плане. То есть мы будем брать из практики фотографа, а затем соотносить с нашей темой. Итак, первая причина, почему что-то получается не в резкости. Слишком долгая выдержка. Вот видите, как поезд проехал и вроде поезд, но его нет. Поставили очень долгую выдержку. И вот что можно сказать из опыта фотографа. Это самая первая и распространенная причина. Выдержка недостаточно короткая. Это может случиться при использовании автоматического или полуавтоматического режима. Если вы выбрали не самую лучшую выдержку для вот этой конкретной ситуации. Хотя иногда фотографы делают специально вот такие снимки. Правило. Здесь нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Хорошо. Возьмем духовный вопрос. вот этот момент, но с духовной стороны. Смотрите, вот когда мы смотрим достаточно долго на что-то, происходит в нашем разуме некое привыкание. Вот эти наши духовные глаза, вот есть такое понятие, как замыливаются. Вот смотрите, для израильского народа, когда они путешествовали по пустыне, они уже настолько привыкли к тому, что Христос в виде облака или столпа был в их стане, что они уже даже не обращали на него внимания, роптали, делали всякие непотребства, то есть ихняя резкость духовная уже куда-то ушла. Вторая причина фотографии, почему это не в резкости, неподходящая диафрагма. Вот смотрите, с опыта фотографа, диафрагма это такое регулируемое отверстие в объективе, которое контролирует количество света, которое поступает туда в камеру, на пленку. Хотя и не существует единственное правильное значение диафрагмы для каждого конкретного случая, но нужно понимать, что она очень сильно влияет на снимок. При работе с фокусным расстоянием 2.8 общая резкость будет ниже, чем при фокусном расстоянии 13. Если 2.8 фокусная точка будет резкой, в то время все остальное нет, в результате чего снимок в целом получится таким размытым. А если вы будете использовать фокусное расстояние 22, вы заметите, как сократится вообще общая резкость. Хотя все фотографии будет в фокусе, тем не менее, вот если вы сделаете широкой диафрагмы, проблема. Когда мы смотрим в духовном плане, вот смотрите, что происходит. Если мы уменьшаем очень сильно вопрос света, вот смотрите, допустим, взяли, открыли диафрагму, мы ослепнем, очень много света получили. Давайте пример возьмем, библейский опять. Библия говорит о том, что однажды Моисей встретился со Христом, и Моисей захотел увидеть Христа во всей своей славе. Христос говорит, ты не можешь увидеть, ты просто духовно ослепнешь. Давай я тебя поставлю в расщелине и закрою тебя рукой. Ты увидишь меня только сзади, потому что если ты увидишь во всем объеме, ты просто ослепнешь. В свое время, кстати, Саул увидел Христа во всей славе и на какое-то время ослеп. И потом всю остальную жизнь он страдал глазами. Сегодня, когда я смотрю на многих верующих, они сознательно закрывают вот эту диафрагму, вот эти духовные глаза, чтобы или вообще не ослепнуть, или лучше не видеть. Давайте пример возьму из жизни израильского народа. Тоже интересный момент. именно на эту тему. Когда мы читаем конец 20-й главы исход, 18-й 19-й стих, там есть такая интересная пример на эту тему. «И все это время люди в долине слышали гром, видели молнии над горой и поднимающие с горы дым. Дрожат страха, они стояли в отдалении и наблюдали. И сказали тогда народ Моисея, если ты хочешь говорить с нами, будем слушать. Но попроси Бога не говорить с нами, чтобы нам не умереть». Другими словами, они взяли так сознательно эту диафраму вообще закрыли до нуля. Третья причина, почему фотография может быть не в резкости. Тряска камеры. Конечно, здесь можно другой момент использовать взять штатив. Это вообще самый частый совет, который дает, когда идет речь о резких снимках. Однако, если вы просто зафиксировали камеру на штативе, вы не всегда получите ожидаемый результат. Потому что, когда вы нажимаете эту кнопочку на затворе, вы уже создаете какую-то вибрацию. Хотя это может быть мелочь. Фотографы хорошо понимают, что даже если камера на штативе стоит, они выводили специально тросиком включали, чтобы запустить. Или включали задержку кадра. То есть нажмут, отбегут, и уже фотоаппарат сам автоматически все это снимает. И вот это дребезжание, оно очень сильно влияет на потом качественный снимок. Когда мы смотрим в духовном плане. Как это может происходить в нашем случае, когда мы берем наш урок? Вот когда мы, если сравниваем сейчас себя с камерой, находимся в неком движении, в тряске. Поэтому и снимок Бога тоже будет нечетким. Вы посмотрите, сколько интересных примеров в Библии, когда Бог просит людей просто остановитесь. даже когда израильский народ подошел к этому морю, Бог говорит, не надо бегать, переживать, рвать на себе волосы, не надо проблему из этого делать. Вот стойте и увидите спасение Божие. Давайте посмотрим пример из жизни Ионы. Первая глава Ионы с 7 по 10 стих. Тогда моряки сказали друг другу, давайте бросим жребий, чтобы узнать из-за кого мы терпим бедствие. Они бросили жребий и он пал на Иону. Тогда моряки сказали Ионе, это по твоей вине нас постигла страшная беда. То есть он как фотоаппарату так на этих волнах в шторм прыгал. И они спрашивают, кто ты, откуда ты родом, из какой страны, из какого народа. И вот послушайте интересную вещь. Он отвечает, я еврей и поклоняюсь Господу Богу Небес, сотворившему вот это море и сушу. И дальше интересный десятый стих. И он рассказал им, что убегает от Господа. Это привело их в ужас. И они спросили какой же страшный поступок ты совершил против твоего Бога. То есть для моряков сейчас, когда они смотрят на вот эту камеру, которая на этих волнах прыгает. Это ужасный кадр отражения Бога. Вот это бегство от Бога. Это тряска на волнах. Она не могла правильно отразить перед ними вот этот Божий образ. Четвертая причина, почему у нас может быть снимок или отражение Бога не в резкости. Это неустойчивый штатив. Когда я занимался фотографией, интересно, всегда это экономия. Самый дешевый штатив. И даже когда ставишь этот штатив, не всегда понятно, почему. Ну есть же штатив. А он такой хлипкий. Любая вибрация, даже шаги, порыв ветра и все, резкости нет. И вот для этого специально хорошие штативы предусмотрены для того, чтобы не просто укрепить фотографию, а даже иногда снизу прикрепляют грузик, чтобы штатив стоял более устойчивым, чтобы он даже ветер не мешал ему. Мораль этого пункта нужно обзаводиться хорошим штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справиться с разными условиями съемки. Когда мы берем в духовном плане, вот когда мы смотрим именно вот эту грань, вот здесь у нас уже речь идет о духовном фундаменте. Это то, на чем мы стоим. Вот когда для нас Христос будет вот этим непоколебимым фундаментом, то все происходящее не сможет исказить нашу картину Бога для окружающих людей. Давайте возьмем библейский пример, чтобы мы лучше это поняли. Когда мы читаем книгу Иова, 13 главу, 15 стих, особенно первую часть этого стиха, Иов говорит, я не утрачу веру в Бога, пусть даже он меня убьет. Вы посмотрите, он стоит на этом фундаменте, для него это важно, он правильно отражает Бога людям. Пятая причина, вы можете использовать объектив низкого качества. И вот когда я смотрю со своего опыта фотографа, возможно, вы не раз слышали, что нужно использовать хорошие объективы, то есть вся проблема не в тушках, вот в самом корпусе фотоаппарата. Велика вероятность, что объектив прослужит вам намного дольше, чем сама камера. К тому же, они играют более важную роль именно в плане резкости качества снимка. Поэтому лучше уделить внимание больше на объектив, чем на тушку. И всегда лучше иметь даже не один, а два или три но хороших объектива, чем кучу ненужных. И вы удивитесь, какая может быть очень большая разница. Когда мы берем в духовном плане, снова идет речь о нашем объективе, о наших духовных глазах. Если мы говорим о духовном зрении, то есть очень много проблем именно в наших духовных глазах. Именно поэтому верный свидетель говорит сегодня нам по этому вопросу следующее. Откровение 3.18. Особенно последняя часть стиха. Христос говорит «Я советую тебе купи снадобье для глаз своих, чтобы прозреть». И последний момент, который очень влияет на качество снимка это человеческий фактор. Вообще фокусировка не должна быть по большому счету трудной задачей. Вроде это просто наведи на резкость и щелкни. Но на самом деле не все так просто. особенно когда мы работаем с ручным фокусом. Хотя здесь шаг погрешности очень маленький, но нужно совсем чуть-чуть, чтобы снимок взять и испортить. И вот это финальная причина, которую вероятнее всего сегодня слушают люди, что вы неправильно фокусируетесь. И здесь нужен опыт и опыт. Когда мы берем духовный план? Вот это вопрос. Когда мы смотрим как бы с духовной стороны на эту тему. Вот смотрите, Христос на горной проповеди как бы раскрывает вот этот аспект очень детально. И вот он сравнивает язычников и верующих. И он хотел бы, вот особенно в 6 главе, вот на что он спрашивает сфокусированным мы как верующие. Вот смотрите, когда мы читаем с 19 по 32 стих Христос говорит, если мы фокусируемся на еду, на одежду, на земные блага, то мы по сути еще язычники. Но если мы фокусируемся на Царство Божие, на Его праведность, то мы действительно христиане. И у нас все получится и в плане резкости, и отражения Бога для окружающих людей, и в вопросе спасения. В конце хотелось прочитать очень небольшой такой коротенький стих, немножко поэзии добавить или разбавить наш урок. Я желаю не просто ходить путем веры и не просто спешить в небеса, но любить так, как ты, безусловно, без меры, чтоб твои улыбались глаза. Я сам не смогу. Ты наполни собой, свой характер вам не отрази. Обмануться не дай, и надежной рукой от лукавства народ свой спаси. Я благодарен вам за то, что вы были со мной, когда мы разбирали этот урок. Пусть Господь благословит вас всех. До новой встречи. До свидания. Редактор Редактор Корректор 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 Корректор